Всем привет! Сегодня мы будем готовить цельный горох. Горох одна из самых лучших насадок для крупной рыбы. Рыба уже привыкшая из покойных веков к ней. Горох лучше всего работает по теплой воде. Сейчас уже 6 мая. Сегодня уже май начался уже карп, галань, язь, лещ, крупный карась, крупная плотва, крупные густера. Уже будут эту насадку кушать. Во многих не получается ловить на горох, потому что не получается его готовить. Это не значит, что ловили на горох, если вы только на крючок повесили горошину и забросили снасть. Пускай там рядом пружина с кашей. Пока крупная рыба подойдет, мелочь ту кашу съест и при гонке не останется. Одна горошина будет лежать, а чтобы крупная рыба заинтересовать ее, ее надо остановить в точке ловли. Соответственно, надо прикормить крупной фракцией при корме, которая является горох. Цельный горох. Где взять горох? Горох или самому выращивать, или в рыболовных магазинах покупать. Цельный. Или на колхозных рынках, в рядах, где продают кормы для животных, для птиц, для посадки семена. Там продается цельный горох. Горох существует много видов, но самый лучший это сахарный горох. Но его сейчас практически нет. Есть простой белый, ну не белый, круглый горох. Есть с черной точкой. Есть горох нут. Ну нут это крупный, его самое лучшее использовать как насадку. Насаживать на плечо. А прикормить можно любым горохом. Или с черной точкой или простым круглым, это с желтым горохом. С черной точкой плохо готовится, он плохо разваривается. Его не разваривать надо, надо чтобы горошина внутри была мягкая, а оболочка была цельной. Даже прижимаешь его, и там получалась каша выдавливалась. С черной точкой плохо готовится горох. Так что я выбираю или белый, или толк. Ну сейчас я взял тут мелкий нут и такой более-менее крутые нуты. На рыбалку. Сколько на рыбалку? На рыбалку, в примере, если буду рыбачить одним фитерным удилищем, и одну тонку может быть поставлю. У меня литровой банки гороха, полный, уже готового гороха хватит. Для этого чтобы получилась литровая банка готового гороха, я засыпаю одну треть, даже может чуть больше, третий банки гороха. Почти половину, больше третий банки. Сейчас я наберу воды. Минутку подождите. Я странно наберу воду. Получилось почти полная банка. Вода таки останется, а горох набухнет и будет почти полная банка гороха. И ставлю его под стол. Так, замачивать горох. Если вот на примере завтра буду ехать на рыбалку, горох замачивать 8-12 часов надо, ну на ночь. Самое лучшее на ночь, если утром готовить или рано утром, вечером готовить. Я вот примерно вечером замочил вчера. Сейчас буду готовить вам покажу. Я вчера в 10 часов, сейчас уже 10 часов, уже 11 час дня. Я вчера был 22, с чем-то замочил такую же порцию гороха. Сейчас будем его готовить. И вот это на 12 часов ставим. Осенью, весной и ранней. Не жарко в квартире, еще ничего страшного. Ну, летом, когда жара больше 10-12 часов, лучше его не замачивать. Лучше всего ночью, более прохладнее. Иначе он может начать киснуть, бродить. Потому что где там жара уже под 30, больше 20 градусов. И процесс сварки, и качество его будет хуже. Лучше он пускай потом на рыбалке забродится. А рыба еще пораженный горох еще лучше любит. Ну, представьте, рыба привыкшая, что насадка может и день, и два, и три лежать на дне. И она ее нашла. Естественно, она в водоеме уже забродилась. Так что, пугаться ничего, если броженый будет горох. Но уже готовый. А вот для замачивания... 10, 8, 10, 12 часов. Значит, сейчас будем готовить. И я его под стол ставлю. Там будет прохладно. Так, прошло 12 часов. Вот что получилось, если чуть больше третий банки, в два раза увеличился объем гороха. Эту воду сливаем. Вот ушла. Чуть-чуть промыли, потому что уже начинает тепло будет чуть-чуть начало. Так, берем посуду. Посуду надо брать по объему, чтобы... Это маленький, но я уже знаю, как варить. Гороха была. Одна четвертая часть. Даже чуть менее, ну, одна четвертая часть занимала гороха. Объема посуды. И две трети, не больше, занимала вода. Для чего это? Потому что варить придется минус сорок час, и вода будет выкипать, и вот еще и больше. Ну, и оставалось все место, потому что он может иметь тенденцию сбегать горох. Но для этого запас лучше больше брать объем для литровой банки. Тут много литра 3-4, на кастрюльке. Надо чуть-чуть больше брать объем посуды, чтобы не сбежать. Так, нам, как вам еще понадобится... Так, и... Добавляем водой. Если что, вода будет выкипать. если вода будет выкипать можно на подготовить иметь кипящий чайник чтобы потом добавить кипящей воды холодной ни в коем случае нельзя добавлять ни в коем случае нельзя менять температуру температуру варенья ну вот сейчас смотрим 1047 начинается варка через сутка мы его приготовим отключаем вас если не я чуть-чуть еще воды добавлю самое главное чтобы процесс кипения был постоянно или постоянно не сильно ему ну самое лучше готовится на быстром огне сильно ну следить на для этого большая посуда сам быстрее готовится и лучше это делать чтобы дома не было домашних начали смотрят на эту парню не очень хорошо так ждем когда закипит вот этот процесс нельзя прозевать я начал моментально пленкой покрывается пеной избивает потом пену брать и средний огонь сделаем и будем готовить посмотрим через сколько у нас будет момент истины подходит сейчас там можно не зевать снимать пену чуть-чуть избавлять газ иначе сбежит все много газ избавили пену убрали потому что она пленой покрывается поверхность воды пленкой пены из-за этого поднимается уровень воды она сбегает некуда испарю пару деваться испаряется же вода когда кипит а пленка препятствует этому из-за этого происходит сбегание кто у кого у кого такой произойдет и получит от жены от супруги или от мамы на пряники сразу перехочется и становится понятно почему мои переходят переходят спиннингисты очень спиннингиста очень много поскольку это не кашки надо варить не насадок не приманок не надо готовить не прикорма коробок оснастку оснасти собрал удилище взял спиннинговое и на рыбалку а тут надо колдовать я уже газовую печку спалил мастырками кстати расскажу когда-то как мастырку готовить если кому интересно и я продумаю щас практически не ловлю но это для средней рыбы самая любимая насадка веща подлещика карася мастырка летом это что-то 7 тут уже долго там развалить полностью уже колотый горох полностью надо развалить убираем пену чуть 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 еще меньше сделаем у кого электрический чуть чуть меньше температуру нагревания т на спирали шута электрическая печка так я думаю сейчас засекаем 11 часов видно же там до 11 часов я думаю минут через 40 уже будет готов как вот это закипело я сейчас не полностью закрываю вентилятор вытяжку небольшую выключил так еще бывает если ветер на улице в квартире бывает сквозня и полностью чтобы порухой лучше выдержка пускай работает немного окно приоткрыть форточку полностью окна открывать нельзя иначе по вы порывам вы отвлечетесь порывам ветра может потушить глаз то хорошо отличается подача глаза на печке чтобы вас не что-то потихните безопасности и что самый процесс кипения чтобы был постоянный горох не любит перемену температуры вот если вы сбавите горох еле-еле будет кипеть вот как при одной температуре будет кипеть он будет быстрее приготовиться если вдруг потухну и перед вы прекратится процесс кипения или сбавите до самого минимума может затянуть вот такие свойства гороха может затянуться процесс варки на очень долго на полтора на два часа и в итоге горох может даже не получить это касается и колотого гороха и цельного вот многие говорят то я два часа горох не могу разварить все из-за этого есть и постоянная температура сделал постоянную температуру он минут за 40 у вас приготовить выбывает старый сорта там прошлогодний трех летней давности те долго а если свежий прошлогоднего урожая свежий горох или свежего урожая вот например там уже в августе уже когда-то в сентябре уже этого года тот вообще за полчаса за 40 минут сахара и быстро готовится он все в 11 часов 45 минут 46 минут прошло я принципиально без вас сюда не заглядывал только пену раз снял и все через еще через десять минут сейчас посмотрим у нас тут получилось самый крупный вообще на крючок насаживать на это о ведь класс как я говорил 45 минут и горох готов ведь получается кашется пюре все готов ну еще не совсем отлично 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 либо его проглаты гладочными зубами ну агрессивная плотва бывает разбивает его так выключаем вас пару минут пускай постоит ну прошло 3-4 минуты как раз поменял батарею клан красота летом на рыбалке одной батарейцы снимал всю рыбалку еще заряжая еще и дома с ним так теперь мы в дуршлаг и бывало ведрами варил его на два три на двое суток едешь и удочек там штук пять шесть больше пяти лучше не ставить только нету штук пять удочек только чешу ведру летом рыба активная очень там в июле в августе мелочь живет его прикольно раза три за день утром в обед и вечером ну и когда еще пусть и вываживание когда есть удачно поставил и вытащил сазанат почти ведро ведрами варил его и на рыбалке варил есть было на четыре дня ездили на рыбалку и на рыбалке варил замачивал то на костре тоже чуть сложнее чем дома пускай чуть-чуть он остынет все смотрите долго в этом сам дружили оставлять руки на там пару минут пять минут больше не потому что он обветривается и сок после этого он как немного постоял души взять пакет пакет или в рюкзак и на рыбалку или в холодильник положил на фидер на одну тонку больше не хватит один раз два только для фидера с головой для одного фидера или в холодильник если завтра едете на рыбалку вдруг у вас не получилось поехать на рыбалку положить в морозилку ничего с горухом не случится еще одна тонкость есть для секрет для горуха с черной точкой все знают что он плохо варится долго очень он твердый и даже плохо его на крючок насаживать но есть одна хитрость положить его в морозилку на ночь перед рыбалкой или ну чтоб полежал там часов десять в морозилке гору с черной точкой после того как вы разморозите он становится совершенно мягким цельная оболочка и прекрасно насаживается на крючок так еще есть еду я автомобилем с друзьями я буду не сливать через душля я буду взять ведерки бетончики с той же водой который варил также его поставил взял и закрыл этот сам и на рыбалке все рыбалку он у ведерки хорошо хранится ну так как я с рюкзаком своим ходом куда я буду еще лишние там 200-300 грамм пол-литра той воды тащить я его покиньте пакет завязываю и он не высыхает ничего нормально держится ну вот и все будем ловить